как образуется тромб очень важная штука в нашем с тобой теле благодаря которой мы не теряем всю кровь а кстати заболевание при котором у человека нет такой функции как свертывание крови называется гемофилия от этого заболевания умер последний русский цесаревич алексей который он получил от своей про 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 бабки английской королевы вот сосуд повредился если это очень большой сосуд из него клещет артериальная кровь под большим напором никакой тромб там не получится поэтому конечно мы рассматриваем небольшие порезы значит вот сосуд повредился и дальше внимание сейчас включить на меня все анализаторы значит дальше запускается целый каскад химических реакций благодаря которому в итоге у нас образуется такая заплатка или плотина на сосуде и мы не теряем всю кровь тромбоциты начинают разрушаться с выделением белка тромбопластина тромбопластин активирует другой белок протромбин это белок который плавает в плазме крови мы с тобой в самом начале говорили про тромбин превращается в тромбин был про тромбин стал тромбин под действием тромбина растворимый белок крови фибриноген превращается в нерастворимый фибрин которые своими прочными нитями образуют как бы лотку для поврежденного сосуда и для нормальной свертываемости крови что нам важно с тобой помнить обязательно в крови должны находиться соли кальция и витамин к кстати если человеку нужно сделать переливание да там одного другому то соли кальция витамин к удаляют из этой крови потому что если например ты заболеешь а я захочу поделиться с тобой кровью у меня ее заберут так вот пока ее несут от меня до тебя она уже свернется потому что каскад реакции которые мы с обсудили до превратиться в такой комочек значит еще раз надо внимательно посмотреть на эту схему и просто ее понять тромбоциты разрушились выделился тромба пластин пластинки такие а они активировали про тромбин в плазме крови он стал тромбином три вещества очень запомнить под действие тромбина белок фибриноген который до этого просто тусовался в крови превращается в растворимый фибрин и собственно этот нерастворимый теперь фибрин и образует вот эти нити